Привет всем! Инстаграм давно перестал быть площадкой для выкладывания семейных фотографий. Сейчас это уже площадка для ведения бизнеса с огромными оборотами. Как говорится, если раньше обеспеченные люди мерялись длиной своих яхт, сейчас они меряются количество подписчиков в социальных сетях. Блогеры стали новыми СМИ. Они могут зарабатывать не только на рекламе, но самые предприимчивые из них переводят часть своего трафика подписчиков на свой реальный бизнес. В этом видео вы узнаете, как казахстанские блогеры зарабатывают на инстаграме и заодно узнаете про все методы монетизации инстаграма. Интересно, что вайнеры чаще становятся рестораторами, а инстадивы открывают салоны красоты и бутики одежды. Мы проанализировали популярных блогеров в инстаграм, у которых кроме блога есть другие виды бизнеса. Начнем с популярного вайнера Жеки. У Который является партнером и лицом сети Жекес Донер Хаус и Жекес Айс. Эти сети быстрого питания конкурируют с гигантами фастфуда на казахстанском рынке. У Жеки сейчас больше 80 точек Жекес Донер Хаус и Жекес Айс по всему Казахстану, которые открываются по франшизе. Не отстает от Донерных Жеки и Салам Бро. Этот бренд основали популярные казахстанские блогеры, друзья и братья Жены Сомаров, Арман Юсупов и Артур Аскарула, также известные как Жеков Атбели и Юфрейм. Отсюда и название проекта Салам Бро. Сейчас по всему Казахстану насчитывается около 50 точек. Для справки, блогеры являются лишь партнерами в этих заведениях, так как все эти заведения входят в Кекс Групп и к ним относятся такие бренды, которых вы видите на экране. Самый известный полицейский и семейный вайнер Казахстана Мейержан Турибаев по протоптанной вайнерами дорожке открыл точку общепита, кафе в восточной кухне Жан Плов Лагман, на логотипе которого красуется фото блогера. Сегодня в Алматы функционируют три точки кафе, есть точки в Наршултане и Караганде. Стать партнером сети можно по схеме франшизы. Помимо общепита, Мейержан запустил свое производство колбасы под брендом Мейержачная. Его супруга Дана Исеева также не сидит на месте, она владельца сети магазинов бренда Изабель Гарсия. Также бывшая участница Юфрейм Карина Оксупаева продвигает свой салон красоты, а ее супруг Арман Юсупа впробует себя как продюсер студии 2NE1, который специализируется на рекламе в социальных сетях у популярных блогеров Казахстана. Помимо этого, Арман регулярно запускает проект «Поток», где учит мастерству ведения блога. Популярная актриса и красавица Жаня Джулинская помимо своей основной артистичной деятельности также не отстает от других блогеров. Она успешно продвигает свои магазины одежды и салоны красоты в Алматы и Нур-Султане. Казахстанская барби Динара Рахимбаева занимается пошивом и продажей модной одежды под брендом Мьюз. Салон красоты также открыла бота Кенжиханова. Она и до этого успешно занималась сетевым бизнесом. Также сетевым бизнесом занимается Пасакатан Малика Хасенова. Под ее началом успешно разрастается сетевой бизнес Гринвей. Другая королева сетевого бизнеса Камиля Конопьянова – успешный акционер международной компании InCruises. Как писала сама Камиля, зарабатывает она неприлично много. Перейдем к главной инстамамочке Казахстана – Супер Мама Сити, у которой, между прочим, уже 6 миллионов подписчиков. Периодически Аля продвигает через свой инстаграм то парфюм, то курсы блогинга и ведение инстаграма. Популярный блогер Азиза Айбадулина также не отстает от своих коллег. У блогера успешная продакшн-компания, которая занимается видеосъемками. Помимо медиа, компания Азиза также продает очки собственного дизайна, разработанные совместно с Fashion Lab. Еще один прибыльный бизнес в инстаграме – это марафоны, гайды и чек-листы. Обычно участие в них или покупка стоит совсем недорого, но здесь блогеры зарабатывают на количестве. Например, лидеры казахстанского инстаграма по количеству подписчиков, Ербола Джанабулов и его супруга, помимо рекламы и гивов, активно продвигают свои карты желаний. Другой пример. Популярная Айнур Турсымбаева под ником Айда Нуры регулярно проводит марафоны на тему личностного роста, выпускает ежедневники и также занимается сетевым бизнесом в НЛ-компании. Для кого близка тема фитнеса, наверняка знает Нурбофит, который регулярно проводит марафоны, в которых уже участвовали более 12 тысяч женщин. Помимо марафонов, можно неплохо заработать на записанных видеоуроках, можно снять видеоуроки на готовую платформу, такие как GetKurs и LetGravity. На таких видеокурсах монетизирует свой инстаграм Альмира Орлова, продавая уроки о здоровом и правильном питании. Такие же готовые видеоуроки на психологические темы продает популярный коуч Куралайханам. Куралайханам также занимается продажей стильной одеждой. Нельзя не упомянуть и про блогеров-экспертов, которые монетизируют инстаграм через личные консультации. Как видите, инстаграм стал прекрасной возможностью для заработка, но за каждым успехом стоит регулярный труд и креативность.